Я считаю, самым главным мессенджем, который я, используя свое появление в украинских средствах массовой информации, провожу, это деятельность РМК, это навязывание власти, расизм, интерпретацию Минских соглашений заключается в том, что Украина всегда в чем-то виновата и должна что-то выполнять. Это суть предательства РМК. Что касается техники его предательства, мне известна только одна вещь, но, по-моему, достаточно показательная. Та цепочка, по которой Ермак был предложен Кремлю как очень интересующий и перспективный агент. Инициатором этой вербовки был Коломойский. Цепочка, это все, что я могу сказать, дальнейшие детали. Да, есть, что я могу сказать еще, это точно, это оперативный псевдоним Ермака, я говорил это неоднократно, это Козырь. Цепочка людей, по которым проходил Ермаков в Кремль, она достаточно внушительна, и она показывает, что он является агентом самого высокого уровня. В общем, работу с ним курирует лично Путин. Цепочка, это следующее, людям знакомым с персонажами и украинской политики она будет понятна, и на этом мы остановимся в этой теме. И будем обсуждать более интересующие меня, как политического аналитика, вещи. Коломойский, Миндич, Вербер, Винер, Кабаева, Путин. Вот по этой цепочке был транслирован перспективный агент Ермак, который вместе с Коломойским обладает колоссальным. Я думаю, что эти два человека, это в личном плане наиболее близкие к президенту Зеленскому, и делают всё для осуществления российской политики по присоединению Украины к ОРДО. Продолжение следует...